Давайте называть вещи своими именами. Молодушие, трусие, предыдущие. Вот 11 хакасов сейчас уволены. Помните в Смоленске еще 11 хакасов отказалось? Все уже уволены. Созданы такие условия, что ни один из них не может устроиться. Ну я вам говорю, что это на нормальную работу в государственной структуре. Ну а как это будет? Люди, когда надо было постоять за страной, они почему-то трусили. Как может Собровец, мужик, который профессионал, покинуть поле боя? Как вы собираетесь жить потом? Ведь жизнь пройдет 2-3 недели и вся эта бодяга закончится. А как дальше-то будете жить? То, что мы раньше с вами к этому не привлекались, ну да не было такой войны. Еще раз говорю, я имею право с вами разговаривать без всяких там политических подоплек и так далее. Я с вами разговариваю в открытую, по-офицерски, по-мужски. Я вообще не считаю, что офицер имеет право покидать поле боя. Вы фактически стали на путь преступления. И предательство. Что страшнее, не знаю. Вот жизнь, она не заканчивается, блядь, сколько вот в этой такой каменке с раной. Она будет продолжаться. Только вы, блядь, для себя жизнь свою разделите, блядь, до предательства и после предательства. Я вам даю 3 дня. 3 дня, чтобы вы своей башку, блядь, подумали, что вы тут, блядь, сейчас натворите. Через 3 дня мы с вами повторно собираемся. Если вы пишете рапорта на дембель, значит пишите рапорта на дембель, блядь, пинок отсюда, блядь. Больше, чтобы... Я еще раз говорю, я напишу телеграмму. За трусость и малодушие. За трусость и малодушие. В вашем личном деле такая запись будет. А вы индивидуально просто подойдите вам к этой кулу, блядь, посмотрите на себя, скажите. Я трус, блядь. Вы предали государство, свой отряд. Вы же предали отряды свои, блядь. Вот главное-то вы не меня предали, вы же свои, блядь, идеалы предали, свои отряды. Я не представляю, как морской пехотинец может предать свою бригаду. Я бы его черный берет заставил сожрать, если он кто-то, кто-нибудь блядь, блядь, блядь. Просто высажрать заставил его, блядь, и все, блядь, батальоны. И поверьте мне, срочники воевали в Первую войну. И высаживались срочники, блядь. И в Сирии высаживались, и в Стамбуле высаживались. Никто просто про эти операции ничего не знает. Вы стадо сейчас. Вы сейчас не подразделение, не отряд, вы даже не друзья. Сейчас среди вас друзей нет. Просто стадо, блядь, испугавшиеся. Обижайтесь на меня, не обижайтесь. Что хотите делать? Ну, вы трусы. Ваши боевые товарищи сейчас там пи***цы. В любой момент могут быть ранены, убиты. А вы с труси, блядь, покинули поле боя. А мы сделаем все, чтобы ваши фамилии в ваших школах, в ваших учебных заведениях обязательно оказались. Там, где вы учились, растились, учились, воспитывались и так далее. Чтобы родители понимали, кого они воспитали. Вы просто свои отряды сейчас, новосибирский отряд, омский отряд, иркутский отряд, вы просто его сейчас втираете в говно. Чёрной полосой пишите, блядь, историю негативную, блядь, вашего отряда. Ни один пока сибирский отряд в дерьме не оказался. Оказалось в дерьме. Приморье всё, приморье там, еврейка, ещё какие-то, блядь, которые целый отряд отказался. Наши, слава богу, молодцы. Потому что вы покинули своих товарищей. Вы, вот, в моём лице, как в офицере, вы предали самое главное. Своих боевых товарищей. Вы их бросили. На поле боевых. Есть у нас 445 раненых. Вот это раненые. За всю группировку. Причём, всех меньше. У ВДВ-шников в разы больше, в десятки разы больше. В десятки разов больше. И в других группировках потери гораздо больше. Есть районное выполнение задач вашей части или вашим сводным подразделениям полиции. А вы самостоятельно его покинете. Это называется дезертичность. Я могу вас привлечь к уголовному преступлению. Мы сейчас с вами на войне. Да, ты останешься живым. Ты будешь из-за него. Ещё раз говорю. Самое главное, наверное, то, что о вас подумают ваши дети. Наши сейчас они маленькие. Но они же будут расти. Питихонечку взрослеть. И зададут когда-то тебе вопрос. А ещё когда-то они узнают правду. Что папа съебил. Что ваша информация будет садить. Как я вам сказал. В органы государственного власти. В органы местного самоуправления. В органы МВД. В органы образовательные. Все, где вы учились. Вся эта информация будет передана по всем инстанциям, куда это положено иметь. И ФСБ. Ну а ФСБ уже Хакасов сейчас держит на особым контроле. А бог его знает. А может это предатель, хохлядский. Воюет. Не мы воюем. Воюет все государства. Воюет вся машина. Мне кажется, коллеги, вы делаете сейчас очень большую ошибку. Почему медсёстры-то не сбегают? Вот вы мне объясните ковидники. Ну то объясните. Почему они там умирали в этих ковидах в госпиталях? Что они не съебали? А у вас своя война. У нас точнее. С автоматами, с пулемётами. Что вы слабее этих бабок, что ли? У них такая же смерть, только она по-другому. Людей у насилом. Они свою войну, блядь, выстояли. Сколько они спасли людей? А вы, блядь, здоровые лбы, нахуй. Свою войну не выстояли, блядь. Предатели, блядь.